Рассчитаться за поездку по Безналу можно будет и своей обычной банковской картой, куда приходит зарплата или пенсия. Другой вариант – приобрести карту Пальма. Они появятся в продаже 1 июля. Для автотранспортного предприятия это прозрачный доход, а значит и возможность дальнейшего развития. А для тех, кто пользуется общественным транспортом, по карте Пальма цена билета будет ниже. С 1 мая все автобусы начали оборудовать терминалами. Наши все муниципальные маршруты обслуживают 7 перевозчиков. У нас именно терминалы, те, о которых я говорю, и соответственно карта Пальма будет работать у всех наших перевозчиков, кроме Транссервис-6. Эта ситуация такая на сегодняшний день. Я очень надеюсь, что в ближайшем каком-то будущем и Транссервис-6 тоже включится и войдет в эту систему, подписав договор с нашим оператором. В департаменте транспорта пассажиров просят, если терминал не работает, но он в автобусе есть, сообщить об этом на горячую линию, телефон которой всегда можно увидеть в общественном транспорте. Требование мэра было и обновить к 1 июня весь подвижной состав, но получилось только на 60%. Объем инвестиций по лизингу составил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Полностью заменить Сочинский автопарк не получилось. Озвученная перевозчиками причина такова, завод-изготовитель не справился с объемами поставки. В чем причина? Если они будут выяснены, не в том, что я не верю, что заводы там, все заводы такие у нас, или все поставщики у нас такие недисциплинированные. Ну не верю я в это. Поэтому они доложат, каждого мы соберем, вы будете, значит, он будет, я и скажу, вот вы мне дали обязательства, написали, дали дорожную карту, не выполнили. Работа в этом направлении продолжается, как и работа по контролю за земельными участками на предмет незаконного использования. Только в Адлерском районе обследовано 135 территорий, которые расположены вблизи пляжей. В результате на землях по ДЖС выявлены объекты торговли, общественного питания и услуг. Уже начался сезон, и они начали работать. Объекты были небольшие, мангалы, а сейчас мангалы, еще и столовая, ресторан. Информация о выявленных нарушениях была направлена в управление Росреестра по Краснодарскому краю. Сегодня специалисты ведомства пообещали пресечь нарушения. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.